Октябрьский район по померах и колькости населенияства невелики, а тому на пятом сибелорусским народном сходе его представить семь человек. Сирот делегатов, экономист предприемства, директор школы и медык. Пытания, которые наиболее хвалуются район, притягнение инвестиций, створение новых працанных местов, развитие малого и среднего бизнеса. И еще одна проблема над выращением, какой активно працует вертикаль, замыцывание молодых специалистов, тут основанное спадевание на местовые кадры. В практике нашего района мы применяем такие методы работы, как ориентирование на выпускников наших школ, с последующим после окончания закреплением молодых специалистов в нашем Октябрьском районе. В связи с чем процент закрепления молодых специалистов, молодых семей в нашем районе один из самых высоких. Андрей Матусевич – практичное подтверждение этой думки. Местовый урадженец, после заканчения Гомельского державного медуниверситета, вернулся в Октябрьскую центральную районную больницу. Сегодня Андрей Матусевич – загадчик отделения интенсивной терапии и реанимации. Терут его пациенту тяжкие и вельми тяжкие хворые, а тому и отказность поведная. Переезжать в иншее место не плануя, тем больше, что тут у него добрая семья. Женка, так само до речи местовая урадженка, и двое детей. Глядя, что по российиному плану, в Ишине можно досягнуть и в Октябрьском районе. На Пятом и Сиборусском народном сходе плануясь устрететься с коллегами и обмирковать питания о взмацнении материальной базы районных больниц, что дозволит оказывать якостную медицинскую допомогу на первичном узровне. Меня больше, конечно, интересует, как будут развиваться маленькие больницы. То есть такая больница, например, как наша. У нас район небольшой, и что ждет в будущем? Какую-то операцию более сложную, да, не должны производиться на более высоком уровне. То есть межрайонные, областные больницы. Но небольшие операции, они могут у нас легко проводиться. Да, и кадры. Главное, чтобы были кадры.